Умылся сам, умой свою планету. Эта простая истина, известная нам с детства, делает людей сознательнее, а мир вокруг чище и красивее. И здорово, если эта самая планета, пусть и в границах наших дворов, будет заполнена яркими цветами. И всего это нужно – немного труда, терпения и помощи от неравнодушных соседей и управляющей компании. Если у вас возникло желание в своем дворе высадить цветы, кустарники или оформить клумбу, пишите заявку в управляющую компанию. Качественный чернозем – черный, рыхлый, плодородный – привезут в установленный срок. Только в одном самарском районе 80 дворов получат качественную почву для высадки растений. Во дворе дома номер 44 по улице Водников кипит работа. К лету жильцы приводят родной двор в порядок. Мусор убрали, бордеры покрасили. На очереди – декоративные заборы и клумбы. Чтобы осуществить задуманное, заказали в районной администрации грузовик земли. Валентина Канухина принимает новый чернозем и надеется, что мечта превратить двор в цветущий сад вполне осуществима. Поживем и видим, какая она, откуда она привезена. Если она плодородная, быстренько будет все расти. Экологически чистый чернозем высокого качества привозят со специального полигона. К завезенной земле предъявляются соответствующие требования, в том числе и по содержанию гумуса – не менее 4%. Она потом еще сдается в лабораторию, тогда можно ее высыпать во дворах. Все серьезно на самом деле. Зачем нам себе искать другие проблемы, если она заражена или загрязнена другими растениями. Потом жильцам мы сделаем это хуже. Мы такого лучше не допускать изначально. Завести грунт – пол-дела. Его обязательно разравнивают по всему газону. Всего для посадки цветов и деревьев в этом месяце закупили 350 кубометров высококачественного грунта. Должно хватить всем желающим. Заявку легко можно оформить несколькими способами. Не ошибается тот, что никто не делает, но мы в оперативном режиме, в рабочем порядке решаем все вопросы. Можно обратиться либо напрямую в администрацию, либо через ТОС и подать заявку. Можно обратиться непосредственно к своему депутату. Они тоже принимают активное участие в формировании заявок. В Самарском районе также ведутся работы по вывозу крупногабаритного мусора. Проводится санитарная обрезка и ликвидация аварийных деревьев. Летом будут поставлены уже новые задачи – поддерживать дворы и улицы в чистоте, продолжать уход за выслуженными растениями и стричь газоны. Программа «Цветущий город» реализуется в Самаре с 2015 года. В планах превратить столицу региона в настоящий город-сад. В этом году запланировано украсить улицы, парки, скверы и дворы тысячами цветов. Не забывают и про обычную траву. Прежде чем приступить к украшению, выкашивают сорняки. Жители дома номер 64 на улице Максима Горького сами создают красоту в своем дворе. Каждый год высаживают новые виды цветов. Пока здесь только сиреневый рай, говорит Елена Брендлер. Но скоро буйным цветом зацветут и другие растения. О, это я вам даже устану перечислять. У меня там розы, астры. Здесь мы посадили еще гладиолусы у нас. А что еще? Ну, циний, бархатцы – это как бы вообще уже такой рядовой. Инициативным жителям помогает и управляющая компания. Чтобы двор выглядел ухоженно, с начала весны объявили войну сорнякам. Это не только для красоты, говорят специалисты, но еще и уничтожение аллергенов. С сорной травой косы респравляются в считанные минуты. Покос травы будет в течение всего лета, в зависимости от того, как она у нас будет произрастать. Пока не будет снижения уровня роста травы, до этого момента по всем дворам будем обходить так же покосить траву. Во дворе на улице Авроры-122 уже приступили к посадке цветов. Сорта подбирали тщательно, чтобы растения радовали жильцов не один год. Лилейник и ландыши – это многолетние ландыши, они очень хорошо разрастаются, и они любят именно тень. Поэтому решили, что именно сюда посадить эти сорта. За полчаса усердной работы в вазонах и клумбах появились десятки саженцев. Растения предоставили бесплатно. Это подарок жителям от управляющей компании. Мы решили тоже поучаствовать в этой программе. Выбрали самый большой двор в нашем обслуживании, решили его украсить. Это является подарком просто, чтобы людям было приятно, чтобы они видели, что мы участвуем. В поселке Мехзавод неожиданно образовался большой женский клуб по интересам. Дамы занимаются цветоводством. Самые ранние тюльпаны, неприхотливые ромашки, нежные бархатцы. Возле каждого окна то розы, то флоксы, то лилии. Все выращено заботливыми руками жителей. Люди сами создают красоту вокруг себя. Дел во дворе немало. Нужно и клумбы прорыхлить, и рассаду высадить, и бордюры покрасить. Зато потом как приятно выглянуть с окном. Вы представляете, вот подойдешь к окну, вот у меня Наташка, она работает из 24-й квартиры. Каждому цветку радуется. Ой, расцвел у нас тюльпан сегодня. Ой, как все красиво. Сегодня посмотрели, значит, травку уже всходит, вот мы там посадили. Жители, вот видите, какое принимают участие. Не все могут помочь руками и делом. У многих работа. Но каждый житель дома вносит свою лепту. Приносит удобрения, семена, краску. Всем миром помогают облагораживать двор. Каждый год ТОС привозит свежую землю и снабжает садоводов необходимым инвентарем. Мне хотелось бы выразить благодарность и, в общем-то, обратиться ко всем жителям нашего поселка, чтобы они не оставались равнодушными, чтобы они своих детей приглашали на субботники, чтобы из поколения в поколение эта традиция оставалась и только шире и шире делалась. А пока жители украшают свои дворы цветами, на улицах родного города каждый день появляются новые клумбы, ландшафтные скульптуры и кустарники. Все они местные, их выращивают в специальных теплицах середины зимы. И постепенно, в течение всего лета, они находят свое место в городе. Только в этом году планируется увеличить площадь посадки на 24% скверы вдоль уличной дорожной сети. Планируется приобрести и установить новые вертикальные конструкции, элементы для мобильного и вертикального озеленения, различные ландшафтные и топиарные скульптуры. Украшать самарские дворы, парки и скверы будут в течение всего лета. Программа «Цветущий город» принята по инициативе главы Самары Олега Фурсова и рассчитана на 5 лет. В итоге общая площадь «Цветников» составит 40 тысяч квадратных метров. Свой вклад могут нести и жители. Администрации всех внутригородских районов проводят конкурсы на лучшее озеленение придомовых территорий. К участию приглашают всех желающих. Продолжение следует...